Здравствуйте, дорогие товарищи! Перед вами растение номер один по лечению любых бронхолегочных заболеваний. Это лучшее отхаркивающее и облегчающее к каше средство. Конечно, это математичка. Она относится к семейству астровых. Больше всего она любит влагу и глинистые почвы. С одной стороны, у нее листья светлые, пушистые, теплые по ощущениям, как войлочные, а с другой стороны, поверхность зеленая, гладкая и прохладная. Поэтому в народе окрестили математичкой. В растении много витамина С. Сок и отвары принимают при всех видах бронхолегочных заболеваний, даже при начальной стадии туберкулеза. Лекарственное сырье листья и цветы. Это первоцвет. Сперва из-под земли вырастают именно цветы, а потом уже листья. А такое возможно только при очень мощной, сильной, глубокой корневой системе с хорошим запасом питательных веществ. В старину по математичке искали, где лучше всего копать колодец. Старые названия «Мать-трава», «Подбел», «Белокопытник», «Царь-зелье». Цветет с апреля, иногда даже с марта, по погоде, вот как сейчас. Сушить листья надо в один слой, пушистой стороной вверх, в тени на проветривании. Хранить после сушки в стекле или картонных пакетах или коробках в теплом сухом месте. Собирать надо не самые молодые, но абсолютно цельные здоровые листья. Не ранее июня, июнь-июль лучший период. Это растение продается даже в аптеках. Она входит в официальную фармакопию России и еще многих стран мира. То есть лечебные свойства абсолютно истинны и доказаны. У математички почти нет негативных побочных действий, несмотря на имеющиеся в ее составе алкалоиды. Но разве что не стоит принимать математичку маленьким детям, беременным и кормящим. Также у кого есть токсические гепатиты и цирроз, но поскольку содержат алкалоиды. И еще не стоит принимать математичку подряд без перерыва более двух месяцев. Математичка содержит огромное количество лечебных компонентов. Это гликозиды, сапонины, дубильные вещества, например, танины, фитостерин и различные кислоты. Это изумительное отхаркивающее, противовоспалительное, желчегонное, ранозаживляющее средство. Применяется при бронхитах, трахеитах, ларингитах, бронхиальной астме, пневмонии и даже при раке легкого. Это еще и патагонное средство. Оно в обязательном порядке входит в состав всех грудных сборов. Конечно, главные показания в применении это кашель и трудноотходящая мокрота. У растения выраженный жаропонижающий эффект. Кстати, применяется оно и при облысении, и при перхоти. Тогда нужен концентрированный отвар, который втирают после мытья в голову на теплую влажную кожу. Самый лучший веками опробированный рецепт таков. Берется 1 столовая ложка мелко измельченного листа. На стакан горячей воды примерно 80 градусов. Заливается, засыпается все в термос, полчаса настаивается, потом процеживается. И по 1-2 столовых ложки 3-4 раза в день принимается в зависимости от тяжести заболевания. При ларингитах, например, 3-4 и даже до 6 раз в день. Ну а цветы собираются вот когда они в самом соку. Также сушатся и хранятся. А лечебные свойства примерно как у листьев. Рецепт с ними сейчас расскажу. Берется 20 грамм сухих соцветий на 1 литр, настаивается в термосе 1 час, процеживается. И по 100 мл принимается 3 раза в день от кашля и при болезнях желудка. Можно полоскать горло. Кстати, посмотрите мои другие видео по дикоросам. Про дуванчик, бессмертник, лобазник, крапиву, сныть, пырей и многие другие травы. Эти видео очень насыщены важнейшей информацией. Ссылку на целый раздел по лекарственным растениям я вам оставлю под этим видео. Применяется математикой при гастритах, язвах 12-перстной кишки, при диатезе, воспалениях почек, печени и мочевого пузыря. Листьями математикой обертывают суставы, а также обертывают места при варикозе и при трофических язвах, не говоря уже про ушибы и порезы. Но лучшее средство при артритах, артрозах для поддержания здоровья суставов и костей и страв. Это мокрица и пырей. А вот для восстановления суставов и межсуставной жидкости самое лучшее, уникальное средство, которое заставляет даже регенерировать хрящевую ткань, это, конечно, вот этот гель для суставов. Я вам очень советую посмотреть о нем видео. Моя коллега, доктор, рассказывает об этом очень подробно. Ссылку на это видео я оставлю, как и на это уникальное средство. И, конечно, всем, у кого есть проблемы с суставами, со скелетом, остеопорозом там и так далее, принимать обязательно витамин D3 и витамин К2 в липосомальной форме, ну а также тем, кто не хочет, чтобы происходила кальцификация сосудов. Тут, кстати, главная причина – дефицит витамина К2. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Применяют и свежий сок из листьев. Математичи сок закапывают в нос при насморке и гайморите, сок принимают внутрь при болезнях ЖКТ по одной столовой ложке 2-3 раза в день, даже дышат дымом при сжигании сухих листьев. Математичи при бронхолегочных заболеваниях. Причем идеально совмещать при болезнях бронхолегочной системы прием напара настоя внутрь и дыхание дымом от сжигания листьев. При бронхитах очень хорош сбор с поддорожником и чабрецом. Берется три части молотых цветов математичи. Две части чабреца и одна часть поддорожника. Они хорошо перемешиваются между собой. Берется одна столовая ложка такой смеси и на один стакан воды все это наливается, засыпается в термос на 30 минут, потом процеживается и пьется равномерно 3 раза в день после еды. Дорогие друзья, я оставлю вам ссылку под этим видео на мой раздел, плейлист называется по лекарственным лечебным травам, на другой раздел по лечебным грибам, ну грибным препаратам. Этим, кстати, занимается наука фунготерапии. А лучшие препараты по фунготерапии вы можете приобрести, перейдя тоже по ссылке под этим видео. Я вам все оставлю, о чем я вам говорил в этом видео. Надеюсь, оно было вам полезно. И я прошу вас, напишите под этим видео, какие видео вы хотели, чтобы я снял по лечебным травам. Ну, может быть, стоит снять про полынь? Но только я прошу, перед тем, как писать, посмотрите, какие у меня выходили уже видео о травах. Ведь, скорее всего, то, что вы назовете, напишите, об этом у меня уже было видео. Посмотрите и, пожалуйста, не поленитесь, напишите. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне, за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok